Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях Ирина Рогозина, заместитель председателя Люберецкого отделения Союза Женщин России и координатор проекта «Я свяжу тебе жизнь». И Марина Исаева, председатель общества инвалидов Томилина, инициатор акции «Домашний очаг». Здравствуйте, милые дамы! Здравствуйте! Добрый день! Ну и как вы видите, у нас, как и положено, раз присутствуют наши очаровательные женщины, то они принесли с собой кое-что, о чём они сейчас расскажут, что к чему и так далее. Ну прежде всего, начнём, наверное, Ирина с вас, потому что такое название, лирично-романтично, но в нём много всего. «Я свяжу тебе жизнь». Вот почему, как это всё возникло, это была какая-то инициатива или сверху кто-то спустил? Ну вообще, либерчанам, наверное, хорошо уже известно, что это за проект, потому что несколько лет назад мы поддержали движение «28 петель», это благотворительное движение, которое женщины объединяются, чтобы спасать недоношенных малышей. Ну и так как у кого-то права авторские появились, что себя не называйте 28 петель, мы решили взять строчку из известного стихотворения, и так у нас наше движение стало называться «Я свяжу тебе жизнь». Мы вязали новорожденным малышам, которые поспешили на свет появиться, пледики, шапочки, носочки, относили в наш перинатальный центр, передавали мамочкам, просто поздравляли ещё вот мамочки, которые в ожидании детей или малышей родились. То есть у нас вот это всё действовало. А вот когда началась СВО, у нас такая есть уникальная просто соратница, ей 93 года, это Александра Петровна Клёнова. Она труженик тыла. И вот ей было 11 лет, когда началась Великая Отечественная война, и как оказалось, она уже тогда вязала носки. Так вот, Александра Петровна нам сразу и сказала, это ещё в марте прошлого года, что надо вязать носки. И давайте спасать наших больших детей. Малыши, там мамы, врачи, всем им помогут. А вот нашим большим нужна наша помощь. Ну, над нами кто-то смеялся, что впереди лето, вы с этими мотками носитесь, носки начали вязать, а мы всё лето вязали. И к сентябрю, я, наверное, не побоюсь сказать, что в Подмосковье, наверное, мы одни из немногих, а может быть, и единственные, кто подошёл к сентябрю с огромным запасом тёплых вязаных. Говорят, знаете, такое слово, с промышленными масштабами. Да, да. И мы сразу же, первые волонтёры, когда начали отправляться с гуманитарным грузом, уже поехали наши посылочки. У меня такой сразу же вопрос, потому что, ну, одно дело как-то зачинатель акции, да, другое дело, когда кто-то уже её должен подхватить. Да. Вот. Как происходило распространение? Ну, понятно, что уже был опыт. Вначале участницы, я свяжу тебе жизнь. Вот все они сразу переключились, начинаем вязать. Вот на сегодняшний день могу сказать, да, вот костяк у нас небольшой, всего 6 человек, но у нас есть такие своеобразные группировки. Как вообще сейчас в России женщины себя вязальщицы называют, что мы войска РВСН, российские войска специального назначения, от слова спица. Да, да, да. Да, вот такое шуточное название, ребята нас поддерживают в этом. Так вот, у нас такие группировки появились, единомышленницы, допустим, главный ботанический сад России в Москве. Там Любовь Ивановна Бумбеева – это легендарная личность, которая занимается розами. На протяжении уже полувека она занимается розами, у нее свой розарий. Она наши розы отечественные популяризирует по всему миру. В общем, все, что связано с розами, да. Да, и она сегодня с нами. И у нее еще три сотрудницы. Вот это просто какие-то, знаете, вот действительно в промышленных масштабах. Сейчас зима, розы спят. Но женщины вяжут носки регулярно. Не с чем заняться, пока розы спят. Но тут еще важный такой момент, что, ну, моя мама тоже вязала в свое время, да, и я в чем-то таком даже ходил еще, я помню. Вот потом была такая мода, помните, там журналы стали появляться, выкройки, ну, такой дефицит был и так далее. Потом сама эта тема ушла, и сейчас вот она возвращается, ну, как бы через единичные случаи, потом это, видите, превращается в целое движение. Но помимо одного движения есть еще, и у нас инициатор еще одного движения, пока это как акция движения, сейчас трудно понять, но, в общем, инициатор чего-то хорошего. В данном случае Марина Исаева, вот, представитель общества инвалидов Томилина, акция «Домашний очаг». Название вроде бы само говорит за себя. Что это такое? И вот мы еще вернемся к вашей продукции, и что это у вас такое? Ну, я бы даже сказала сегодня, что это объединенная даже акция. Сначала мы с Ириной Николаевной посидели, подумали, они говорят, ну, что вы, дорогие мои, сегодня, говорят, тяжелое время у нас, и надо помогать бойцам. У вас есть кто вяжет? Есть, конечно, есть. И мы не то, что общество инвалидов, мы, у нас небольшой поселок, на птицефабрике я всегда говорю, поселок без улиц, народ очень дружный, замечательный, теплый. Информация прошла очень мгновенно, и к нам присоединились и совет ветеранов, у нас Мария Ивана, председатель, вообще замечательный человек. Кстати, тут важный момент, просите, что я вас дополняю, не перебиваю, дополняю, потому что эти же люди еще их учить не нужно, они просто помнят, как это нужно делать. Люди их не то, что не надо учить, их даже просить не надо. Они с удовольствием пришли, и разрешите им, и чем можно помочь. Одна подошла, там, у нас такая вот бабушка, Зина есть, да, которая, 89 лет, я вижу, следующее, я вижу, да, я крючком, другая говорит, попробуй обереги сделать, а я говорю, девочки, у нас же женщины серебряного возраста, их не обидеть нельзя, ничего, мы за чашкой чая просто сели и поговорили, чем будем заниматься. И в разговоре говорю, Ирина Николаевна, много в ТикТоке, давайте посмотрим, Краснодар, Курск, люди занимаются, надо попробовать. Так, пожалуйста, мы буквально, мы долго даже не думали, там, 2-3 дня нам, наши депутаты, и подготовили нам картон, банки нам быстро очень, и садики, и школы, все пошли нам навстречу, все мы это подготовили, мы просто видели визуально, сели и накрутили, накрутили, первый парафин сами купили. Ну вот я, тут мы плавно перешли от вязания уже к вот этой истории, связанной в том числе с парафином, то есть вы где-то это подсмотрели, вам кто-то чертежи выдал? Ни в коем случае, все это посмотрели визуально в ТикТоке, как люди работают, все. То есть интернет, интернет вам показал? Да, зашли, посмотрели. А потом сказали, что вам для этого нужно? Ничего не сказали, мы сели сами, нашли эти баночки, все это нам привезли, и первую партию мы сделали у себя в обществе. И не были блинкомом, нормально получилось. Я понимаю так, что это тот случай, когда общество инвалидов еще до советских времен, насколько я помню, там занятость и так далее, это всегда такой сложный вопрос, там много всяких подводных течений, а здесь ли не просто для себя, что ли, занимаетесь делом, а вы именно занимаетесь. Очень важной такой историей, которую может быть кто-то даже вот сейчас, ну, не понимает зачем, а вы бы даже нашли, сделали. Скорректировали так, что мы и не называемся, это как бы формат общества инвалидов, мы именно друг друга называем, мы женщины серебряного возраста, и более мягче у нас очень хорошие активисты, у меня правая там рука, и Тамара Харитонова, я просто... Сейчас чтобы организовывать не нужно, сразу команда пошла, и все. Боже, это вы даже не представляете, только сказать, и они как на работу ходят, как на работу приходят. Я думаю, что совсем другое настроение. Да, здесь, да, здесь. Все. Они, во-первых, это очень серьезно подошли, это не шуточное. И прежде чем выносить дальше нам в округ, мы это попробовали, мы сами сделали и ее зажгли. И мы ее потушили, не она сгорела, а мы ее потушили через 4 часа 20 минут. Ну вот видите, как здорово. Мы ее потушили. Конечно, почему... Проверили экспериментальным способом. Да, мы ее даже проверили в здании. Ну как бы... Хорошо, сейчас мы вернемся. Ирина, скажите, пожалуйста, ну а вот вы связали, да, то есть есть это, ну, как мы сказали, ну, в такой в иронично доброй форме, в промышленных масштабах. Теперь это нужно отправить. Как работает вот эта часть схемы, когда куда-то нужно упаковать? Самое первое, куда у нас ушло, это в легендарную 45-ю бригаду специального назначения ВДВ. Она базируется в Кубинке. Наш председатель Елена Анатольевна Верховых, тоже параллельно у нас... Наши гости тут бывало, тут у нас, да. Что мы решили, что мы должны не кому-то передавать, а нам важно передать из рук в руки, чтобы даже наши вязальщицы знали, что это не пропало, не выбросили нигде, а чтобы это дошло до ребят. Через областной военкомат нас вот, ну, наверное, тоже решили от нас отмахнуться и отправили в 45-ю. И тут у нас завязали с ними теплые дружественные отношения. Вообще напрямую. Да, и теперь мы так везде громко говорим, что это наши подшефные. Кстати, им сегодня помогают очень многие, которые наши предприниматели. И когда всё это закончится, люберчане обязательно узнают, что на территории Люберец сейчас такие удивительные вещи в помощь спецназовцам делают наши. Ну, я думаю, сейчас пока об этом нельзя говорить, но обязательно это в историю войдёт. Ну, а вот так... Да, а именно вот хорошо. Пришёл, как сказать, упаковка, да? Так. Как там идёт распределение? Ну, во-первых, каждый носочек, конечно, разные. У нас бумажечка, этикеточка, где написано, что я свяжу тебе жизнь, Люберца, и там мы проставляем размер. Угу. Всё это мы правы. То есть вы разные размеры делаете? Конечно, начиная от 39-го и заканчивая, как мы говорим, 46+. Вообще такие есть огромные. Для меня у меня 46+. Отличные. Иногда говорят, а где нам это кому передать? Вот мы будем знать теперь. Так. А потом мы решили, что, ну, просто так скучно носок получать, обязательно в носке должно быть какое-то послание. Обязательно, да. У нас там записочки бабушки пишут. То есть там сынок, внук, там очень трогательное, что одна бабушка написала, что мои петельки может быть и неровные, но вот я от души с молитвой вяжу тебе, чтобы это тебя согревало, и ты вспоминала о доме. А потом мы еще стали искать, случайно подсмотрела по репортаже, что бежит воин, у него за спиной болтается мишка. Да. Я подумала, какие-то талисманы нужны. Прочитала, что, оказывается, медведь, а тут талисман американской армии. Это мы сразу отменили, что никаких мишек мы вязать не будем. Ну, у нас-то свой медведь, а у них свой медведь. Ну, вот мы и хотели к медведям, но вот это нас оттолкнуло. А потом, значит, стали копаться в русском народном творчестве, вот в нашем фольклоре узнали, что, оказывается, на Руси, у славян был вот такой вот конь-огонь называется. Вот это именно мужской оберег. Его мамы, невесты и дочери плели для мужчин, что когда они отправляются в поход, в какую-то дальнюю дорогу, у них, у всех были вот такие своеобразные кони. И учительница из островецкой школы, это Раменская, Казакова Евгения, она разработала мастер-класс, и мы запустили. Нас очень хорошо люберцы поддержали. Буквально все наши школы, какие-то наши творческие объединения, я думаю, во многих семьях сидели, трудились над этими конями. В общем, у нас получилось их просто тысячи. Цел табун, табун. Там и, простите за выражение, и клячи, и рысаки, и чего там только не было. Но это очень трогательно. И вот у нас в каждой такой упаковочке конь-огонь отправляется на фронт. Их уже, думаю, несколько сотен. В общем, это здорово. А как у вас попадает ваш труп? Ну, я вам даже вам как бы сейчас продолжила. Мы же тоже носки вяжем, как Ирина Николаевна привозит пряжу. Мы, наши бабушки тоже вяжут наш ткид, но мы туда иконки и тоже письма кладем. Конечно, своей бабушке. Такая связь? Да, со слезами. А вот баночки эти как отправляете? А баночки мы уже отправили первую партию. Мы уже первую партию отправили. Тоже помогали вам, да? Конечно, мы думали. Мы сейчас к этому и пришли. Вот давайте мы сейчас здесь остановимся и начнем вторую часть с этого рассказа. Напомню, что у нас в студии Ирина Рогозина, заместитель председателя Люберецкого отделения Союза Женщин России, и Марина Исаева, председатель общества инвалидов Томилина. Дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Певненко. У нас в гостях Ирина Рогозина, заместитель председателя Люберецкого отделения Союза Женщин России и координатор проекта «Я свяжу тебе жизнь». И Марина Исаева, председатель общества инвалидов Томилина, инициатор акции «Домашний очаг». И вот мы остановились с Мариной Исаевой в тот самый момент, когда вы уже сделали, мало того, опробировали, то есть лабораторными исследованиями занимались, и вот теперь это нужно доставить. Вы говорите, что вы сами доставляете. Вот тут интересно. Получилось так, что где-то, наверное, мы первый раз принимали участие. Ирина Рогозина с Еленой Верховых предложили нам, как ветеранам общества инвалидов и совет ветеранам, вместе принять участие, когда отправляли груз в 45-ю, и поднимали дивизию, мы просто приняли участие. И потом у нас такая закралась мысль. А что, если мы сами? Сами, да, из рук в руки. Мы хотим увидеть... Ну, чужих детей не бывает. Ну, конечно. И они нам очень нужны. Не только мы им, но и они нам нужны. Ведь когда приходят наши бабушки, они плачут, они просто вот сидят, вот это всё делают и плачут. Кто вяжет, плачет. Ну, я говорю, знаете что, наверное, мы туда отправимся. Мы попробуем это сделать. Связались и с городским округом понять, куда, где, что, чтобы это конкретно... Наверное, думали, что вам не разрешат. Мы ехали даже, когда поехали туда, мы поняли, что вообще мы никого не увидим. Но мы так собрались, собрались, мне кажется, за 48 часов. Меньше суток у нас ушло. Это меньше суток на сборы. А поговаривали. Поедем, поедем, поедем. И всё. И вечером, в 8 вечера смс-ка. Собирайся в 4 утра, в субботу выезжаем. А был четверг, думал, боже мой, как же так? Нам же это всё... А у нас же в разных местах. Там хотят нам загрузить. Там, там, там. Люди, все, с кем мы разговаривали, все говорят, конечно, поможем. Конечно, поможем. То, что уже сегодня происходит, это уже, считаю... Вот вторая сейчас поездка скоро будет. Уж, а первые-то поездки сейчас и Ирина сейчас продолжит. Ну вот, да, давайте сейчас Ирина сразу уже продолжите. Вот как действительно доставить. На своих автомобилях. Понятно. Ну, доставили, да? Ну, совершенно случайно стало известно, что наших ребят вывели на время. Не буду уже говорить, куда, но... Да-да-да, не надо нам государственную тайну не выдаём. Поэтому мы решили, пока они на территории России, всё тихо, спокойно, мы должны туда попасть. И вот действительно собирали с миру по нитке. Нам очень помогли женщины из Жуковского, есть такое объединение жуковяз. Это сразу и термобельё, и предметы личной гигиены. То есть когда они узнали, что мы едем там, где либерчане, латкаринцы и дзержинцы, то вот женщины и Чулковы, вот тоже помощь, просто вот действительно наш лозунг в союзе женщин-сила, вот за эти несколько часов он во всей красе проявился. Буквально вот силами женщин всё было собрано. Кто медицину, не обошлось без консервации. Кстати, наши профессиональные военные консервацию не берут. Вот сколько мы в 45-ю предлагали, это запрещено. Но тут кто пёк пироги, кто свои баночки и варенье доставал, кто мёд разливал. Всё это, буквально, собрались и повезли. Ну, я немножко, конечно, продолжу. Также на птицефабрике дали клич. Уезжаем, прямо уже завтра. Но не поверите, у нас, конечно, есть на птицефабрике династия. Династия там семьи Грибковых, семья Харитоновых, Солдовых. Поднялись буквально за несколько часов. Лови. Хорошо свои, но сами понимаете, быстренько. Собрали. И в пятницу после митинга бегом поехали на садовод. Приобрели нательное бельё. И тут ещё есть такая чудесная у нас предпринимательница, Елена Рахманова. Ночью, я говорю, я её один раз в жизни видела, она по ночам появляется. Это просто фея. Фея, да. На проходной у пихорки она ставила нам термобельё, спальники и какую-то супер-пупер палатку, в которой невозможно тепловизором различить, что там кто находится. То есть в этой палатке наши бойцы вообще обрадовались просто ещё такого вот. Это им очень нужно. Вот Елене огромное спасибо. Это не первый раз такая помощь идёт. Ну, раньше мы отправляли с волонтёрами, а тут вот мы уже сами получили от неё такой подарок прямо вот в ночь, накануне отъезда. Ей огромное спасибо. Ну, как вы понимаете, что это началось, может быть, спонтанно. Сейчас это уже приобретают такие, ну, в хорошем смысле слова, уже организационные моменты, всё под контролем, и у вас уже выработана обратная связь и так далее. Вот у меня вопрос такой. Это то, что вот касается событий, которые сейчас происходят. Но ведь это, наверное, такой хороший пролог, когда, как вы говорите, всё всегда рано или поздно заканчивается, и опять же есть проблемы традиционные. Да, дети, пожилые люди и так далее. Я так понимаю, что это плавно перейдёт и на вот нашу сегодняшнюю жизнь. Почему? Потому что, смотрите, была пандемия. Тоже никто же не ожидал, что будет такое невероятное, ну, практически, я бы даже сказал, такой взлёт, да, движение добровольцев. Это очень объединяет. Теперь у нас есть проект, что мы хотим для наших новорожденных. Так. Первые, которые рождаются в январе, что у них будут должны быть подарочки. Вот что он родился в Люберцах, и у него будет подарочек, колпачок, пинетки и какая-то курточка. Это тоже уже девчонки, несколько экземпляров уже готово. Может быть, вот нам немножко это подстёрло СВО, что мы не осуществили в этом году. Но на следующий год мы готовимся. Вы же обратите внимание, как говорится, человек ко всему привыкает, поэтому всё можно делать параллельно. Тем более, вы сами сказали, что подключилось довольно, ну, не будем говорить огромное, но большое число людей, и мы ещё не знаем, кто подключится. Тем более, что дети, это же такое, сегодня у тебя их нет, а завтра ты можешь быть, да, на этом месте. Поэтому я думаю, что всё может идти параллельно. И вот тут возникает такой вопрос ещё, что важно, сочетание молодости и сочетание зрелости. Помогают ли вам в ваших проектах совсем молодые девчонки, которые, ну, вот ещё, может быть, даже и не мамы? Вот, кстати, что касается вязания, да, вот мы говорим, молодёжь лодерей ничего не умеет. С удовольствием помогает. Вяжут просто потрясающе, у них совершенно новые идеи, они не боятся вот что-то пробовать, что-то где-то подсмотреть, применить к себе. То есть вот они, кстати, я скажу, они даже лучше вяжут, чем старшее поколение, которые вот уперлись, мы с бабушками воюем даже, что так пятку сейчас не вяжут, нет. А я хочу так пятку. Да, и они всё равно сделают по-своему. Вот молодёжь в этом отношении очень красивая. То есть это важно, да? Да. И, во-первых, связь поколений вот это очень передают друг другу. То есть вот это вот отцы и дети, вечная проблема, у вас немножечко стирается. Да, да. Нет, это уже вот на этом, ну... Не, ну да, конечно. Но это очень важно, что все вместе. Все вместе. И вот я почему задаю этот вопрос, потому что мы смотрим всегда в будущее. Это важно, когда... Ну, согласитесь, вот в 90-е годы, помним, да, мы же с вами жили в это время, когда почему-то люди как-то вдруг отвернулись друг от друга. Ну, вот просто отвернулись, ушли все чувства, эмоции. То есть всё заменилось, либо у тебя есть деньги, либо у тебя их нет. Всё, других вариантов не было. А сейчас есть запрос, это не только то, что вот сейчас происходит. Это и во время пандемии было. И где-то, может быть, за год до пандемии вдруг появился запрос на некую человечность. А мне кажется, что, ну что может быть лучше сделано руками людей? Тем более, что когда был туристический бум, многие вот люди зрелого, старшего возраста, они не просто покупают там какие-то картинки и так далее, а вот они ищут что-то ручного, хендмен, да, сделанное руками. Вот, Марина, как вы считаете, после того, что вот у вас такой опыт, вы, в принципе, можете насмотреться где-нибудь, чего-нибудь для бытового хозяйства? Для домашнего. Это называется лайфхаки. Так, глядишь, и начнём выпускать что-нибудь для санитарных моментов. Я бы сейчас всё равно бы уточнил. Вы же понимаете, что банки, ладно, нам принесут, но картон надо покупать, парафин надо приобретать. И, конечно же, мы обращаемся. Мы не стесняемся, обращаемся в первую очередь к своим депутатам. Вот, ну, ближе нас всех, конечно, Сергей Ситников, а так и Елена Верховых, и Александр Пивоваров, и Алексей Орлов. Звоним, люди понимают, люди понимают. Вот сегодня Сергей Ситников выписал картон, говорю, ну, вот так получается, он говорит, без проблем. То есть люди это... Одна день раз бабушка спросила, говорит, когда закончим? Я говорю, в день побыны. Ну, понятно, да. А так мы будем и летом это всё делать. Мы всё равно это будем делать. То есть вас уже это всё распланировали? Мы это уже решили для себя, и всё. А вот когда закончится всё, тогда уже перейдёте на мирные рельсы, и тогда что-то другое будет, правильно? У нас потоком идут, комнаты уже не войти, соленье у нас, в банках всё это стоит, варенье. Вы представляете, что это будет летом? Летом, мне кажется, бабушки не в погреба понесут, они сначала принесут это в первую очередь к нам. Мёд, вот даже элементарный. Мы с чего начали? Участник СВО, он находится где-то там на операции. Он на улице тяжело, не только что нужна свеча, но нужно хотя бы подогреть даже элементарный кипяток. И на грудном карманчике мы решили, что будет маленькая вот такая баночка с мёдом. То есть мы берём у кого-то там, если стоит дома трёхлитровая банка, я говорю, приносите, не стесняйтесь. Мы растопили его, мы в водяной бане растапливаем, расфасуем детские баночки. И ребята, когда нас встретили, они посмотрели на это, конечно, ну, были очень благодарны. Они были не многословны, но было видно и понятно. Взгляд, конечно, но мы уехали оттуда с большими впечатлениями. У молодых ребят взгляд уже взрослого мужчины. Ну да. И мы понимаем, что с такими ребятами выиграем. Ну и, Ирина, последний вопрос. Вот женщины, тем более мы же понимаем, что совсем скоро уже 8 марта и так далее. Женщина России сегодня – это кто? Если бы так вот вопрос задать. Потому что, смотрите, это, ну, как в втором добром фильме, студентка, комсомолка и так далее. Второе – мама, да, мама, например, многодетная. Сейчас это тоже популярно. Значит, дальше там женщина взрослая с образованием, да, которая работает, которая и детей успела сделать, да, и работа у нее есть. И за внуками еще успевает следить. Ну и, конечно же, наш вот самый такой серебряный возраст, который тоже, видите, не сидит дома, просто телевизор смотрит. Вот кто она сегодня женщина России? Что бы мы пожелали всем женщинам? Это, знаете, такая женщина России сегодня – это такая, ну, невероятная труженица, у которой, наверное, очень-очень много рук. И она пытается… И она все может. Действительно, да. И объять необъятное. То есть она способна сделать даже невозможное. Вот это сегодня женщина России. Вот это вот, я бы сказала, беда все-таки нашей общей. Настолько всех сплотило. Что действительно, это вот родина-мать, это вообще женщина-мать. То есть невозможное, возможно, мне кажется, это замечательно, то, что вы сказали. Я хочу вас поблагодарить. Очень спасибо. Хочу вас поблагодарить за ваши дела, за то, что вы стали, ну, такими центрами, да, определенных усилий. И пожелать вам, всем тем, кто через вас, да, вот эту теплоту чувствуем, рук, теплоту всех тех изделий, да, которые, говоря таким уже военным языком, да, которые потом помогают кому-то, может быть, выжить в самый сложный момент. Спасибо вам большое. Спасибо. Приходите к нам еще. И я, надеюсь, поговорим уже на мирную тематику. Ирина Рогозина, заместитель председателя Либерецкого отделения Союза женщин России, координатор проекта «Я свяжу тебе жизнь». И Марина Исаева, председатель общества инвалидов «Тамилина», инициатор акции «Домашний очаг». Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова